Тюменцы покорили Арктику. Экспедиция добровольцев до мыса Челюскина, самой крайней северной точки Евразийского континента, вернулась домой. На двух грузовиках «Егерь» путешественники преодолели 11 тысяч километров пути, большая часть из которого пролегала по бездорожью. По северным горам и рекам пробирались, рискуя жизнью. Когда там были, не было снега, лед был абсолютно прозрачный, причем он бирюзовый, какой-то синий, зеленый. И вот разломы льда, то есть лед уходит вниз, потом поднимается вверх. И ты едешь по этому льду на машине и ощущаешь, просто ощущаешь вот эту мощь воды. Очень суровые условия, очень суровый край, вот эти камни, скалы. Красоты, конечно, просто вот, ну луна. Такое ощущение, что ты на другой планете. Я даже не знал, что у нас в стране такое, в нашей стране такое есть. Экспедицию «Отчаянные путешественники» организовали в честь 100-летней годовщины величайшего географического события 20 века открытия архипелага «Северная земля». Такое путешествие проводилось впервые и даже претендовало на внесение в Книгу рекордов России. Удалось ли осуществить все планы, узнаем у нашего гостя Дмитрия Кулика. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро. Здравствуйте. Итак, перед отправлением вы заявляли дату возвращения 20 апреля. Почему вернулись раньше? Что-то не успели? Наоборот, может быть, все. Нет, что-то запланировать-то очень сложно, на самом деле точно рассчитать по датам, но это была примерная дата. Ну, в принципе, так примерно по графику и шли. Вот единственным минусом еще накануне выезда вы называли отечественные автомобили, на которых, собственно говоря, отправились в путь. Это были ГАЗ, ГАЗ-Егерь. Вот как техника себя все-таки показала? Подвела, не подвела? Техника показала нормально себя, как нормальные отечественные автомобили. За все время экспедиции без ремонта у нас было всего 4 дня. Все остальные дни мы что-нибудь чинили. Ну да? Да. А я тоже было обрадовался. А что ломалось в основном? Ломалось все. Все. Лопались шланги, перетирались трубки, ломались крестовины, лопалась рама, коробка. Все. А запчастей-то хватило? Хватило, хватило. Но вы ведь перед отправлением как-то усовершенствовали автомобили? Ну, что-то там, да, перебрали, что-то усовершенствовали. Но, в принципе, это стандартные автомобили, да. А как удалось собрать единомышленников? Вот расскажите нам подробнее о своей команде. Ну, вот это вот самый сложный вопрос, конечно, это вот людей. Потому что мало кто готов был уехать на 2 месяца, там оставить работу, семью и так далее. Но вот в оконцовке нас осталось четверо самых стойких, самых нацеленных на победу людей. Вот вы добрались до мыса Челюскин, да? Это крайняя точка, насколько мы понимаем? Да, это самая крайняя точка континента. Нет, здесь у нас есть диплом, диплом участнику, ну, то есть вам, участнику уникальной экспедиции. Кем он дан? Расскажите нам, пожалуйста. Мы видим печати здесь, мыс Челюскин, подпись. Да, это на мысе Челюскин, начальник, ну, исполняющий обязанности начальника метеорологической станции. Вот, то есть там живут 6 человек, полярников, которые наблюдают за погодой, запускают зонды. Вот, они там живут постоянно. Они были очень рады нас видеть. Хотел спросить. Да, встретили там просто нас потрясающе. Сколько дней вы пробыли на этой крайней точке? Мы там пробыли 3 дня, значит, нам погода не позволяла уйти раньше, ну, и нужно было там поремонтировать, опять же, автомобили, пособирали там какие-то запчасти кое-какие, потому что там очень много брошенной техники всякой. Вот тут написано то, что впервые в истории данный маршрут был пройден путешественниками на стандартных автомобилях. Все же мне любопытно, почему вы выбрали российскую технику? Ну, во-первых, она дешевле, она дешевле. У нас просто не было денег на нормальную технику. Вот и все. Интересно, как отнесся к этому газ? Знают они? Да, они знают, причем обращались к ним с просьбой помочь подготовить автомобили, но как-то не получилось. Понятно. Хорошо. Вот это что за фотография? Действительно, пожалуйста. Так, это вот самый северный храм, он расположен в селе Хаттанга. Хаттанга тоже крайний оплот цивилизации. Дальше на север уже больше нет населенных пунктов, вот там построен такой храм. Мы встречались с отцом Ефимием, он нам всем подарил вот такие вот с надписями, там с памятными картинки своего храма. А сейчас давайте посмотрим фотографии с вашей поездки. Да, посмотрим фотографии, продолжим беседу. Вот вас дома не было почти два месяца. Вот сколько километров всего, собственно говоря, вы преодолели? Вот это те 11 тысяч или все-таки это не точная цифра? Ну это не точная, потому что спидометры тоже поломались. Спидометры поломались? Ну что ж таки? Ну по нашим расчетам, по навигатору мы там засекали где-то более 11 тысяч километров. Ну из них вот по дорогам, по асфальтам, это значит мы доехали до Уренгоя полторы тысячи, обратно мы возвращались через Якутию. То есть там тоже зимники, где-то бездорожье, где-то грунтовки, ну и еще примерно около полутора тысячи от Братска. Не хочется обижать, конечно, отечественную технику, но все-таки, как вы думаете, на оленях или на собачьих упряжках было бы быстрее? Ну нет, наверное нет. Вот, кстати, вот по поводу отечественной техники, она все-таки, как бы она не ломалась, но она ремонтопригодная. То есть все проблемы мы устраняли там при помощи кувалды, сварки, проволоки и болтов. То есть все чинится. Я знаю то, что у вас в команде были еще и женщины, причем очень такие, которые и Гренландию проходили, и весь Ямал проходили, с парашютом прыгали. Они же наверняка не только больше у вас сварили. Насколько их было, да. Ну, естественно, это полноценные у нас участники экспедиции. Ну, на самом деле, вот у нас была одна из девушек доехала только домой с Челюскиной, это оператор из Екатеринбурга, отсняла материал, потом вернулась оттуда. То есть была возможность улететь на верстолете оттуда. А вот из Новосибирска Оксана Чернова, она такой полностью у нас полноправный участник экспедиции, то есть штурман, делала все наравне со всеми. Копать, значит копать, чинить, значит чинить. Какие-то экстремальные ситуации были, или может быть ситуации, о которых вы сейчас жалеете? Нет, жалеть ни о чем не жалеем, но экстремальных ситуаций, конечно, было много всяких. Не знаю, насколько они экстремальные, для каждого свой экстрим, на самом деле, я уже об этом говорил. Ну, когда машины там в Карском море проваливаться под лед начали, то есть было не очень приятно, там на небе нет, около 160 метров, когда там лед растрескился, расходился, и машина просто провалилась. Какая следующая экспедиция у вас плана? Да, не можем не спросить действительно об этом. Да, на самом деле мы вот пока возвращались домой, то около месяца все время обсуждали, куда же ехать дальше. Естественно, следующая экспедиция хочется забраться еще дальше. Дальше в Арктику, еще севернее, ну вот... Еще севернее? Еще севернее, естественно. То есть потому что, ну, мы с Челюскин уже пройденный этап. И хочется все-таки добраться до северной земли, до самой... Северного острова, значит, там мы с Арктической, посмотреть эти ледники. Ну, хорошо, ну, когда это возможно вообще? Ну, это возможно только зимой, естественно, только зимой. То есть ближайшей зимой вы планируете вот такую экспедицию? Ну, еще не планируем, но уже обсуждаем. Ну, это здорово, что такие планы. Также Восток еще у нас не были далеко на Востоке. Мы желаем, чтобы все ваши планы, конечно же, осуществились. Спасибо большое за то, что пришли к нам сегодня. Спасибо. Спасибо. Напоминаем о покорении севера. Мы говорили с путешественником Дмитрием Куликом. На этом мы с вами прощаемся. Удивительных открытий, ярких приключений. Насыщенного дня. До встречи. Кто чувствует путешественник, когда находится на краю земли? Продолжение следует.